Деревня Свежин находится в 60 километрах от города Пловдив. В ней проживают около 200 жителей, а в зимнее время в два раза меньше. Так как эта деревня находится в горах, в ней весна начинается только к концу апреля и зимой туда мало кто приезжает. Лето там короткое и не жаркое. Мы проначивали в таком традиционном старом болгарском доме, которому около 300 лет. Место уникальное. Открыв дверь во двор, сразу окунаешься в другую эпоху. Приехав туда только к позднему вечеру, нам уже растопили печь для обогрева. Тепло продержалось до утра, утром уже в комнатах было холодно. На кухне есть отдельная печь с дровами, она быстро растопилась. Тут уже занято, да? Вот здесь такая комната. В доме очень тепло. До нашего прихода его натопили вот такой батареи. Здесь такая маленькая детская дверь. Сейчас я пролезу сюда. Вот, вот это более большая спальня. Все в таком традиционном болгарском стиле. Очень теплая и уютная атмосфера. Сейчас мы пойдем в другую комнату. Это вообще бомба. Вот здесь такая шторка. Традиционный коврик. Вот. Здесь какие-то у нас травы по старинке, лаванда, венок кто-то делал. Подсвечник. Ну и рюлька. Настоящая рюлька. Очень все мило. Статую. Старинный телефон. Какой-то сундук. Здесь еще какая-то комната. А, это шкаф. Вот. Здесь тоже еще шкаф. А здесь ванна. И вместе с душем. Сейчас мы здесь. Смотрите, какие двери массивные. Здесь еще одна есть комната. Здесь такое отопление с пилетей. В пилете вот такие вот стружки, которыми отапливаются. Вот эта вот печена и дает тепло в те батареи. Вот здесь еще один туалет с душем. Мац, 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 мац. Мац, 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 мац. И здесь котики есть. Здесь еще одна комната есть. Ух ты! Какое окошко. И еще одна взрослая комната. Интересно, как сделаны стены. Такие вот в кривом варианте. Ретро мебель. Мурка прилагается к аренде дома. Очень нежная. Вот. И здесь кухня идет. Стоимость такого дома 200 лево за ночь. Вмещаемость дома на 3-4 семьи. Около 15 лежачих мест. А если лето и кто-то хочет спать на террасе, то еще больше можно вместить людей. Кухня находится в соседнем здании во дворе. В ней все есть для готовки пищи. Печка, плита, кастрюли, посудомоечная машина. Думаю, этот дом можно называть идеальным местом для большой дружной компании из нескольких семей, которые поделят расход за аренду дома, чтобы встретиться и весело провести свои выходные. Время так далее. Субтитры делал DimaTorzok Чтобы въехать в поместье, нужно открыть ворота Кафе Будка для туристической информации Я как понимаю, здесь центр деревни Здесь должна быть мэрия Это мэрия Бакалье А, бакалье, которое закрыто Даже будка для книг есть Нельзя писать Потому что потом снимет на ютубе Так, посмотрим, какие здесь интересные книги есть А с убичем Вот уж не ожидала, что здесь Про Бориса Ельцина найду Да, в такой деревне Значит, были фанаты, которые читали Малко используем тук, но примерно тази, да? Почетаем А, это что, значит, любовный? А? Ну, а мы взяли изучать болгарский любовный роман Да, как будто кто-то жил, потом ушел А, кем-то жил, потом ушел А, лжамская книжавная и каллиграфская школа А, лжамская книжавная и каллиграфская школа Вот наши болгарские друзья не завтракают, пьют только кофе на завтрак, а у нас как-то по традиции на завтрак хорошо наесться, выпить много чая и потом на весь день. Они уже в 10 утра ищут, где можно покушать супчик из кишков шкинды. Цены очень приятные. 10 минут езды по внедорожью. Здесь есть люляковое святилище. Сейчас подойдем поближе, посмотрим какое оно. Название культового мегалитического святилища происходит от ближайшего леса сирени. Наблюдаются типичные для святилищ на территории средней горы алтари, вылепленные из гранитной скалы, престол сидения, резные желоба и круглая резьба, напоминающая шарапаны. Мегалитическая стела правильной формы, воздвигнута в специально сформированном ложе в скале на склоне, обращенном на юг. Из мира мертвых, который отомщает за преступления, совершенные против природного закона. В этом месте есть каменные алтари на подходе к святилищу как место, где совершался обряд в честь Бога Солнца и Великой Богини Матери. Целью обряда было прославление божеств, очищение через него людей, а затем помещение перед стелой их даров, фруктов, трав, цветов. Монетки. Вот этот трон Здесь Он смотрел на святилище, которое там. Так, по крайней мере, написано. Смотрел ли владелец на то святилище, пока сидел на этом троне? Четыре следа. Вот такими путями нужно идти, чтобы подняться. Субтитры создавал DimaTorzok